Глава 14. В одиночестве. Рита поднялась по трём пролётам лестницы из комнаты, в которой завтракали, ощущая, что дом её тёти и вообще весь мир стал для неё пустыней. Она вошла в свою маленькую комнату, уверенная, что ни в тёплой комнате на втором этаже и ни в какой другой она не нужна. Как они смогут переносить её после того, что произошло, и как она сможет дышать в атмосфере, в которой будет присутствовать её тётя? Неблагоразумна? Была ли она неблагоразумной? Вполне возможно. Она довела всё до неуправляемого состояния, неудобного для всех сторон, и разрушила своё хладнокровное состояние, которое собиралась поддерживать. Она полностью потеряла из виду все принципы, которые мистер Дигби желал, чтобы она руководствовалась. Рита всё это ясно понимала, но страсть выступила с абсолютным неповиновением. Она не плакала. Огонь в её сердце испарил всю нежную влагу, хотя ей от этого не становилось теплее. День был ветреный. Рита стянула покрывало с кровати, завернулась в него и села поразмыслить. Размышления – слишком хорошее слово, чтобы описать состояние, в котором некоторое время находилась девочка. Она смотрела на процессию образов, которые вызывала её страсть. Они проходили в её воображении, сменяя друг друга. Для девочки это было очень тоскливое время. Предательство тёти, холодность кузины, безжалостное дезертирство мистера Дигби, её полное одиночество во всём мире и невыносимая зависимость от людей, которые её не любили. Теперь, когда её надежда на мистера Дигби исчезла, всё это вихрем проносилось в голове Риты. Весь мир, как сменяющиеся картинки в калейдоскопе. Просто новые комбинации, постоянно сменяемые теми же неизменными элементами. В начале они проносились в голове Риты в виде урагана. Постепенно изнемогший ураган стих, и место заняли холодная реальность и трезвый разум. Но что разум может сделать с реальностью? Другими словами, какой необходимо было сделать следующий шаг? Что нужно делать? Рита не знала. В настоящий момент она была в состоянии открытой войны со своей тётей. Да, она позволила, что было не очень-то благоразумно, но рано или поздно это должно было произойти. Она не могла постоянно жить на ложных отношениях, которые лучше было бы сломать сразу. Но что теперь? На каком основании она собирается стоять или двигаться дальше? Она не может оставить дом тёти, потому что ей некуда больше идти. Как она может оставаться в нём, если не извиниться и не подчиниться? А я не могу этого сделать, думала про себя она. «Извинения? Конечно! Это она должна передо мной смириться, потому что это она поступила со мной несправедливо, ядовито, зло!» Страсть снова возобновила ураган. Но Рите становилось холодно. Она устала и чувствовала себя жалкой. Что делать, она не знала. На полдник дома никого не было. Рита знала это, и лезвия дала ей покушать. Она согрелась у камина в комнате тёти. Но когда дверной звонок сообщил о возвращении её тёти и кузины, она быстренько побежала наверх и, завернувшись в покрывало, стала ждать. Она ожидала, пока стало темно. Её не позвали к обеду, и она поняла, что не позовут. Рита подкармливала себя негодованием, которое её немного согревало. Затем кто-то тихо постучал в её дверь. Лезвия принесла тарелку с холодной закуской. «Я принесу вам что-нибудь ещё попозже», – прошептала она. «Я всегда против того, чтобы морить людей голодом. Что случилось, мисс Рита?» Лезвия слышала одну сторону, происшедшего внизу, и частично желала услышать теперь другую. Однако, обладая природными достоинствами, Рита никогда не искала утешения в своих проблемах. «Спасибо, Лезвия», – просто ответила она. «Тётя недовольна мной». «Она недовольна больше, чем я когда-либо её видела. Что вы сделали, мисс Рита?» «Я не смогла сдержаться», – ответила Рита. «Мы с ней по-разному думаем». «Лучше всего с миссис Базби не ссориться, если живёшь с ней в одном доме», – сказала Лезвия. «Она ужасно хитрая, но мы с ней часто думаем одинаково, и поэтому мы всегда с ней ладим». «Это очень хорошо для тебя», – сказала Рита. В эту ночь она легла спать, измученная болью и страданиями, и проспала до утра. Когда её разбудил яркий солнечный свет воскресного утра, она открыла глаза, чтобы снова осознать весь ужас своего положения. На душе у неё было ужасно тоскливо и холодно. Так Рита ещё никогда себя не чувствовала. «Подтянутая своим единственным другом». При этой мысли Рита разрыдалась, словно её сердце рвалось на куски. Но сердца крепкие и рвутся не так легко. Необходимость одеться к завтраку заставила её успокоить свою неимоверную печаль, вытереть глаза, хотя это у неё не получалось. Слёзы продолжали падать ей на руки и в тазик с водой, но она всё же привела себя в порядок и подумала о том, что должна будет делать, подойдя к столу. Она не была уверена, позволит ли ей войти туда. Насколько бы это ни было неприятным, всё же она должна попытаться. Она должна была убедиться, была ли эта война до ножей или нет. Хотя при одной только мысли девочка задыхалась. Она была голодной. Будет ли этот хлеб благотворительности, да ещё и благотворительности её тёти, она всё равно не сможет без него обойтись. Рита спустилась вниз чуть позже. Вся семья сидела за столом, завтракая. Тётя даже не глянула на неё. Антонета напротив пристально смотрела на девочку. Мистер Басби, как и обычно, не замечал её. Рита подошла к столу и остановилась, меняясь в лице. «Я не знала», — сказала она. «Если мне позволено прийти на завтрак, я пришла узнать». Миссис Басби не отвечала. «Вежливо», — заметила Антонета. «Что?» — спросил мистер Басби, поднимая глаза от письма. «Что ещё? Садись, моя дорогая, и ешь. Держи свою тарелку». Так как никто не вмешался, Рита подала тарелку и села завтракать. Миссис Басби ничего не говорила. Возможно, она чувствовала, что зашла слишком далеко. Может быть, не хотела больше привлекать внимание своего мужа. Она не говорила ничего, пока мистер Басби не ушёл из-за стола, и то не сразу. Когда она заговорила, то это был её жёсткий, размеренный тон. «Так как ты предстала передо мной в это утро, Рита, я могу надеяться, что ты принесёшь соответствующие извинения». «Что я сделала, тётя Стирена?» «Ты спрашиваешь меня, неужели ты забыла о своём поведении по отношению ко мне?» «Я не забыла», – медленно проговорила Рита. «Тогда попросишь ли ты у меня прощения за своё поведение?» «Да», – ответила Рита. «Но, тётя Сирена, ведь вы совершенно забыли о том, как вы со мной обращались». Миссис Басби слегка вспыхнула, но она сдержалась, как и всегда. «Мама, она слишком дерзкая», – сказала Антонета. «Я всегда делаю скидку, и ты должна научиться делать её тоже, Антонета, для тех, кто никогда не знал о приличных манерах поведения». Рита почувствовала укол, но она признала себе, что страсть заставила её переступить границу, по которой мистер Дегби наставлял её, и границу, которую она себе поставила. «Она должна следить за своим поведением». Теперь она молчала. «Однако же», – продолжала миссис Басби, – «абсолютно необходимо, чтобы всякий, живущий в моей семье, под крышей моего дома, должен относиться ко мне с уважением, которое они мне обязаны». «Я всегда буду платить всё, что я должна», – сказала Рита подчёркнуто. «Если только у меня будет то, чем платить». «И в случае, если запас исчерпан», – произнесла миссис Басби слегка дрожащим голосом. «Тебе не кажется, что лучше не делать больших долгов?» «Что я вам должна, тётя Сирена?» – спросила девочка. Миссис Басби видела разгорающийся огонь в тёмных глазах и не хотела произвести ещё один взрыв. Она впечатляюще вздохнула и отвернулась от Риты. Поднявшись, она стала ставить посуду на поднос, затем позвонила, чтобы принесли тазик с горячей водой. «Я представлю тебе ответить на этот вопрос», – сказала она. «Но если ты будешь жить в моём доме, я прошу тебя запомнить, что ты должна относиться ко мне со всей соответствующей вежливостью и хорошим поведением. В другом случае я выброшу тебя на улицу». Рита поняла необходимость некоторого приличия, хотя бы внешнего, если она и тётя будут продолжать жить под одной крышей. И хотя на языке её был готов ответ, она не сразу это сделала. Она поднялась и была готова покинуть комнату, как огонь в ней снова вспыхнул. «Это то, где была моя мама, если бы не другие друзья», – сказала она. С этими словами она открыла дверь и пошла по длинной лестнице в свою комнату. Когда на сердце тяжело, то шаги совсем нелёгкие. Она вошла в свою холодную маленькую комнату и села. На улице ярко светило солнце и слышался звон церковных колоколов. Она не могла пойти в церковь, у неё не было одежды, в которой бы она могла выйти в люди. Будет ли она у неё когда-нибудь, Рита не знала. Церковные колокола болью отдавались в её сердце. Она хотела бы, чтобы они перестали звенеть. Звук их был чистым и радостным, напоминая о счастливых днях прошлого. Медвей Вилл, её отец и мать, мир и почтение, позже мистер Соузвуд, всё его внимание и наставление, его чуткое отношение – это было слишком. Первую половину воскресного утра Рита провела в агонии слёз и причитаний, однако очень тихих. Она не производила шум, который бы можно было слышать внизу, где миссис Басби и Антонета одевались, чтобы идти в церковь. Сила страсти постепенно снова улеглась, и когда прозвучал последний удар колокола и звук шагов на улице умок, Рита пробралась в пустую комнату миссис Басби, чтобы согреться. Она дрожала, протянув руки к огню. Девочка почувствовала, что сильно застыла. Этот холод был больше умственный, нежели физический, одна, лишённая всего и всех, кого она любила. Что ей делать? Как она будет жить? Она страдала под тяжестью реальности, стараясь, чтобы это казалось нереальным. Рита старалась найти надежду и утешение во тьме своего будущего. Напрасно. Мистер Дигби уехал, а с ним вся её сила и надежда. Он уехал. Никто не скажет, когда он возвратится. Возможно, никогда. И она не может ему даже написать. А его письма никогда к ней не попадут. Никогда. В этом она была уверена. Миссис Басби ни за что не допустит, чтобы они пошли дальше её рук. Всё было хуже, чего она когда-либо боялась. Сидя там на коврике перед камином, со стучащими зубами, частично от холода и частично от нервного истощения, она вдруг вспомнила, что однажды сказал ей мистер Дигби. «Если она когда-нибудь доживёт до момента, когда у неё не останется никого, на кого бы она могла положиться, когда её мир полностью превратится в пустыню, и все, кого она любила и верила, исчезнут, «Оно пришло сейчас», — подумала про себя Рита. «Даже мистер Дигби, на кого я так надеялась, что никогда меня не подведёт, подвёл. Он говорил, что никогда меня не оставит, но оставил. Я одна. У меня больше никого нет». Тогда он сказал мне... Медленно она вернулась назад и стала восстанавливать в памяти, что он сказал ей тогда. Тогда, если она будет искать Господа, искать Его всем сердцем своим, она найдёт Его, а найдя Его, она снова найдёт покой. Бедное истерзанное сердце ухватилось за это обещание. «Я буду искать Его», — неожиданно сказала она. «Я буду искать, пока не найду Его. У меня больше ничего не остаётся». Решение было таким же искренним, как и неожиданным. Несомненно, путь Ему был уже приготовлен в учении её отца и матери, через молитвы и личный пример, а также и через слова мистера Дигби, его доброту и его пример. Она вспомнила взгляд его глаз, когда он говорил ей, что Господь Иисус сделает всё, что она Ему доверит. Однако для самой Риты решение было совершенно неожиданным. И как бывает, когда встречаются два потока воды или воздуха, или человеческого ума, обычно происходит смятение. Так и это вторжение света и обетование среди её отчаяния почти сразило сердце Риты. Полились слёзы, хотя и обильные, но не такие горькие. Рита подняла голову и, смахнув их в сторону, побежала наверх, чтобы взять мамину Библию. Она тут же начала поиск, она начала, положив её на коврик в комнате своей тёти. Начала Рита с внимательного размышления над тремя отмеченными стихами. Один, особенно в Евангелии от Иоанна, захватил её. «Кто имеет заповеди мои и заблюдает их, тот любит меня». «Я не люблю его», — подумала Рита, — «потому что я не знаю его, но я должна начать, я думаю, с того, чтобы соблюдать его заповеди. А теперь нужно найти, какие». Она смотрела в открытую книгу, лежащую перед ней на коврике. Бесцельно перевернув одну или две страницы, её глаза заметили слова. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. «Я достаточно бедная», — думала Рита, в то время, как тихие и горячие слёзы снова застроились из её глаз. «Достаточно глухая и совершенно слепая, но кроткая. Я думаю, что я не кроткая». Снова перевернув несколько страниц, глаза её задержались на 53-й главе книги пророка Исаии, и она прочла её всю. Там снова было обещание для глухих и слепых. Рита уверенно применяла их к себе. Но дальше она не понимала эту главу, кроме одного места, что путь благословения — это путь святости, а также обещания в последнем стихе, которые казались эхом слов Иисуса. «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». А Рита была такой голодной и такой жаждущей. Она остановилась там и закрыла глаза рукой. Произнесла самую первую настоящую молитву, которой никогда не молилась. Это был немой жест протянутой руки за пищей, в которой она так нуждалась. Не больше, но это было охотно произнесено во имя Христа. А такие молитвы он слышит. Она полистала еще и остановилась. «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы». «Кто это может быть?» Рита достаточно знала, чтобы догадаться, что это может быть только один единственный освободитель. Немного дальше она увидела другие слова, которые ободрили ее. «И поведу слепых дорогою, которые они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них и не оставлю их». «Теперь что я должна делать?» «Да, я искуплена, и я буду искуплена, и я принадлежу ему, тому, кто искупил меня, конечно же, кто имеет заповеди Мяи и соблюдает их. Какие именно?» Она подумала, что это она должна поискать в Новом Завете, и, не зная, где искать, открыла первую главу. Казалось, не было того, что она искала, пока не дошла до стиха. «Родеть же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Рита сравнила это с путем святости, и для нее это казалось невыразимо прекрасным. Правду сказать было даже трудно поверить. Спасти ее от грехов, от гордости и злобы, от самолюбия и самоугождения? Как? Ведь она же родилась с ними, они были у нее в крови, они проявлялись в ее дыхании. «Может ли она быть от них спасена?» Таким был мистер Дигби, но Рита и злости, и гордости, и самоволия. Узнает ли она себя? Будет ли это Рита? Уверена ли она, что она на самом деле желает такого преобразования? Неважно, желает или нет, это был путь святости, и ничто другое. Но как насчет заповедей? Она прочла вторую главу с таким интересом, с которым никогда раньше не читала, а затем третью, но пока не находила того, что она искала. Второй стих, призыв Иоанна Крестителя к покаянию, она ответила, что уже покаялась, этот шаг был сделан. Что следующее? В четвертой главе она остановилась на десятом стихе. «Я вижу», — сказала она, — «нельзя никому в мире делать плохо, но что я должна делать, что правильно?» Она снова остановилась на девятнадцатом стихе, заключив, однако, что повеление идти за ним было направлено только к людям того времени, апостолам и другим, которым буквально было сказано, чтобы они оставили свои дома и сопровождали Иисуса в его путешествиях. Возможно, заповеди блаженства тогда только зарождались, но большинство из них она не понимала. На шестнадцатом стихе она остановилась. «Так да светит свет ваш пред людьми». Это как мистер Дигби. Все, что он делает, необыкновенно красиво и показывает, каким человек должен быть. Тогда, согласно этому, я вообще не должна делать ничего плохого. В этот момент Рита услышала звук отпираемой входной двери и поняла, что все вернулись из церкви. Она прижала к себе Библию и побежала наверх. Здесь было необходимо завернуться в покрывало, и, немного дрожа, она положила книгу на край кровати и склонилась возле нее на колени. Но тут бедная Рита должна была прервать свои занятия. Она уверенно сказала про себя, что, читая двадцать второй стих, я не гневалась напрасно и никого не называла ракой или глупым. «Но затем дальше?» «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда прийди и принеси дар твой». Рита почувствовала, словно ее ударили. «Ее тетя имеет что-то против нее?» «Но», — сказала про себя Рита. «Но», — робко сказала про себя Рита, «но это даже не тысячная доля того, что я имею против нее». «Неважно», — возражала совесть, «ее вина остается такой же самой, даже если у тебя будет и больше обвинения против нее. Тогда я должна пойти и примириться с ней? Я не могу этого сделать!» Думала Рита, «я не хочу этого делать. Я не хочу, чтобы она знала, что я сержусь и справедливо сержусь. Я хочу, чтобы она это знала. Если я пойду и попрошу у нее прощения за то, как с ней разговаривала, она подумает, что я хочу примириться с ней, чтобы она купила мне одежду и другие вещи». При одной этой мысли Риту бросила в жар и в холод, однако совесть настойчиво указывала ей на предписание «пойди, примирись с братом твоим». Положение было безвыходным. Рита осознавала, что молитвы ее не будут принятыми, пока четкое сознание долга будет оставлено невыполненным. «А делать это она не будет. По крайней мере, не сейчас, да и вообще как. Это она не могла видеть». Сердце ее, почувствовавшее небольшое облегчение, снова стало свинцовым. «Ох, — думала она, — оказывается, так трудно быть христианкой. Интересно, была ли у мистера Типпи подобная борьба, прежде чем он стал таким, как теперь? По нему не видно, что у него когда-либо бывает борьба, но он сильный». Арида была слабой. Она это знала. Она пробегала глазами по странице, пока не увидела слова. «И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя». Долг был совершенно ясным. Проявление злобы против тети было запретной роскошью. От этого нужно отказаться. При этой мысли Рита плотнее закуталась в покрывало. Прозвенелся в его ног к обеду. Всегда раннее воскресенье. Ей не хотелось идти вниз, и она медленно. Затем услышала, как он звонит во второй раз, и знала, что это для тех, кто замедлил. Она спустилась. Все были уже за столом. «Мама», — сказала Антонетта, — «тебе нужна новая шляпа». «Почему?» «У миссис МакДжипси новая, и она красивее, чем у тебя». «Что это значит?» — прозвучал вопрос обычным резким хриплым голосом мистера Басби. «О, папа, ты не понимаешь подобные вещи». «И ты тоже, гусенок». «Папа, разве ты не хочешь, чтобы мы с мамой выглядели так же красиво, как и все?» «Вы такие и есть». «Ох, но шляпа мисс МакДжипси в пятьдесят раз красивее, чем мамина, и ты знаешь, но она красивее». «Несмотря на это, твоя мама в пятьдесят раз красивее, чем миссис МакДжипси». «О, папа, но я не об этом говорю». «И карман мистера Джипси на пятьдесят долларов или около того пустее, чем мой. Видишь, у нас, по крайней мере, во сто раз больше преимущества». «Папа, джентльмин никогда не понимает подобных вещей». «Для него лучше, если леди тоже их не понимают». «Дорогой мой», – вступила в разговор миссис Басби, – «вы, конечно же, не считаете, что одежда – предмет малой важности». «У меня не было причины думать об этом, моя дорогая». «Почему вы так говорите, мистер Басби?» «Это вопрос получает исчерпывающее рассмотрение с твоей стороны». «Но это невозможно выполнить без рассмотрения, по крайней мере, по стандартам. Хорошая одежда – это определение, и она требует внимательного отношения к обстоятельствам, чтобы правильно поддерживать свой внешний вид». «Что ты об этом думаешь, Рита?» – спросил мистер Басби. Рита вздрогнула и покраснела. Ответить на этот вопрос было нелегко. Однако она должна ответить. «Я думаю, что в приличной одежде чувствуешь себя намного комфортнее», – сказала она. «Прилично одетой, но здесь возникает вопрос, что ты имеешь в виду под приличной одеждой. Видишь ли, Антонета понимает это просто, вещи красивее, чем у миссис МакДжипси». Антонета надулась, весьма возмущенная этим разговором, и особенно тем, что отец обратился к Рите. Миссис Басби только плотнее сжала губы и ничего не отвечала. Мистер Басби ласково продолжал дальше. «Что произошло, что ты не пошла сегодня в церковь, потому что шляпа Антонеты лучше, чем твоя?» «Она должна быть, мистер Басби», – ответила хозяйка дома. «Должна быть? Рита может возразить. Могу ли я спросить, почему?» «Разные обстоятельства, мистер Басби. Это то, о чем я говорю. Одежда должна соответствовать положению». «Моя тоже. Но я не вижу, почему шляпа кузины Антонеты не годится для Антонеты. Ведь она тратит деньги из моего кармана». «И ты бы хотел, чтобы твоя дочь одевалась, как бедная девочка?» «На мой взгляд, не может быть лучшего. Таким образом, не станешь бедной. Рита, принеси мне свою шляпу, и мы посмотрим, как она выглядит». «Рита сильно покраснела и замерла. Конечно же, возразила ее тетя». «Вздор! Не делай этого!» «Но мистер Басби повторил». «Принеси, принеси. Мы говорим абстрактно, а я не могу никого убедить абстрактными вещами». «Но сегодня воскресенье, мистер Басби». «Ну и что из этого, моя дорогая? Лучший день, лучшие дела. Я стараюсь привести тебя и Антонету к более христианскому мышлению в отношении шляп. И для воскресенья это хорошее занятие. Принеси свою шляпу, Рита». «Не делай этого, Рита!» «Снова повторила тетя. Мистер Басби просто шутит. Он не имеет в виду, чтобы его слова принимали буквально». «Вы не пошлете ее пройти три пролета лестницы, только лишь удовлетворить вашу фантазию. Другой раз будет таким же подходящим, как и этот». «Моя дорогая, я всегда имею в виду, чтобы мои слова понимали буквально. Я не понимаю твоего красноречивого возражения. Я пошлю Риту наверх, если она будет настолько снисходительной, чтобы удовлетворить мою фантазию». «Говоря это, он смотрел на Риту, и девочка приподнялась со своего места. Внезапно Антонета вскочила со словами «Я принесу!» и побежала по лестнице. Рита снова села, сильно смущенная такой добродетелью и думая, что может скрываться под этим действием. Миссис Басби поджала губы и ни на кого не смотрела. Антонета появилась снова. В руках она держала маленькую серую плюшевую шляпку, довольно изношенную, с длинным серым пером, обернутым вокруг нее. Эту шляпу она протянула отцу кончиками пальцев. Глаза Риты округлились от удивления, но губы миссис Басби скривились. Ведь у Антонета был смелым и озорным. Мистер Басби, ничего не подозревая, осмотрел шляпу и перо. «Так это вы называете шляпой для бедной девочки?» – спросил он. «Мне кажется, я помню, что она очень похожа на ту, которую носила ты, Антонета». «Да, папа, похожа, но это рительно». «Миссис Басби, это ваш выбор?» «Да, мистер Басби». «Тогда, конечно, она подходящая для Риты. А теперь объясни мне, пожалуйста, почему она не может быть подходящей для Антонеты?» «Но я не назвал бы ее шляпой для бедной девочки, моя дорогая». «Мистер Басби, пока Рита живет с нами, просто необходимо иметь некоторое соответствие. Мы просто не можем сделать между ними большую разницу». «Хм-м-м-м», – промычал сбитый из толку джентльмен. К этому времени Рита уже оправилась. «Однако, это не моя шляпа, мистер Басби», – сказала она. Щеки ее пылали. «Да, это твоя шляпа», – сказала Антонета. «Ты думаешь, что я буду говорить неправду? Это твоя шляпа и больше ничья». «Это твоя шляпа. Я видела, что ты ее носила. Я отдала ее тебе. Это твоя шляпа». «Я ее не возьму», – ответила Рита. «Твои вещи мне не подходят», – как только что сказала твоя мама. «Ты можешь с ней делать, что хочешь, но не давай ее мне». Мистер Басби смотрел то на одну, то на другую. «Ты ожидаешь, что я буду покупать тебе все новое?» – спросила миссис Басби. «Она что, недостаточно хороша для тебя? Я предполагаю, что она лучше, чем любая другая шляпа, которую ты имела за всю свою жизнь». «Но это не моя», – повторила Рита. «Ее мне никогда никто не давал. Я никогда не слышала об этом до сего времени». Антонета принесла ее, чтобы мистер Басби не видел, какая у меня на самом деле шляпа. «Благодарю вас, но я ее не возьму». «Но это твоя», – воскликнула Антонета. «Я дала ее тебе. Ты думаешь, что я буду ее носить после того, как отдала?» «Если бы тебе было выгодно, ты бы носила», – ответила Рита. «Тогда ты можешь остаться вообще без шляпы, если только не будешь ее носить», – сказала миссис Басби. «Это твой выбор. Если ты воспринимаешь доброту Антонеты таким образом, то можешь не надеяться на мою». «Ваша доброта и ее весьма странные», – сказала Рита. «Что я должен понять из всего этого?» – спросил в недоумении мистер Басби, смотря на шляпу и на лица сидящих перед ним. «Только то, что я никогда не слышала, что эта шляпа предназначалась для меня до этой самой минуты», – сказала Рита. «Рита», – тихо проговорила тетя, – «ты можешь идти наверх». «Для чего ты ее принесла, нет-то?» «Потому что тебе безумно захотелось видеть шляпу Риты, папа, поэтому я ее и принесла». «Это неправда, мистер Басби», – сказала Рита, вставая, чтобы уйти. «Это твоя шляпа?» «Нет, сэр». «Мистер Басби, если бы вы послушали слова Антонеты», – произнесла его жена сквозь сжатые губы, – «вы бы все поняли». «Рита, я сказала, что ты можешь идти». Рита послушалась. В этот момент Антонета разразилась слезами, швырнув шляпу на обеденный стол. Что за этим последовало, Рита не знала. Она поднималась по ступенькам с тяжелым сердцем. Теперь была открытая война. Она была уверена, что тетя ее теперь никогда не простит. И что еще хуже, она не видела, каким образом она когда-нибудь сможет простить свою тетю. И, однако, брат твой имеет что-либо против тебя. Рита имела намного больше против нее, но напрасно. Она старалась извинить себя. Долг не мог быть снят только лишь потому, что у других он был больше. И как бы ни была горька ее обида, с другой стороны, не считалось. Не таким образом мистер Дигби поучал или отвечал на обиды. Рита это знала. Когда воображение ей нарисовало тихую, мужественную, достойную твердость, которые всегда были характерны для него, она была недовольна своим поведением. Как правильные слова. Все делающееся явным. Свет есть. Никакая беседа не могла дать Рите такое острое ощущение ее собственных недостатков, как образ другой прекрасной жизни. Что было сделано, передать невозможно. Но худшее было в том, что Рита была в таком настроении, что сделала бы это снова. Несмотря на свое сожаление, она сознавала, что она недостаточно раскаялась. За этим следовало, что обетования, которых она так жаждала и которым протягивала свои руки, были недосягаемыми. Абсолютно недосягаемы. Сердце Риты было полем битвы, которая унесла все возможности и утешения, и даже надежды. У нее не было права на надежду. Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее. Но Рита не так мыслила. Перспектива быть темной и убогой. Как она могла продолжать жить в доме тети? И как она могла жить в любом другом месте? Как она сможет переносить свое одиночество? Как она может обрести благосклонность единственного великого друга, чье лицо обращено только к тем, кто хотя бы пытается исполнять его заповеди? В душе Риты было темно и штормило. Так продолжалось несколько дней. В доме на нее никто не обращал внимания. Настолько, что это было подобно домашнему заключению или изгнанию. Ее не трогали, не запрещали кушать за семейным столом, не лишали ее порции хлеба и супа. Но что касается общих или добрых отношений, ее как бы не существовало. Рот мистера Басби каким-то образом закрыли. И он снова стал человеком газеты. Что же касается двух других, они не разговаривали с ней и даже не смотрели в ее сторону. Антонета иногда шла в школу с ней вместе, иногда раздельно. Когда они были вместе, одиночество ощущалось еще сильнее. В школе они друг друга почти не видели. Так проходили дни. Субтитры создавал DimaTorzok